привет вам письмо от высших сил на самом деле вам три письма и можно выбрать одно из трех первое второе или третье каждое письмо содержит себе три карты это три такие иконы послания вам но как пергамент разворачивается только вместо слов а символ ну и слова тоже написано потому что символ он лучше считывается людьми чем слово но слова вместе символа вообще двойная польза я показываю стол как я письма эти выбирала и интуитивное чтение но когда разговаривает так наверное лучше слазу нас на глаз поэтому давайте будем разбирать каждое письмо по отдельности вот моя мастерская и вы видите перед собой карты и я буду брать в три письма то есть это первое письмо из трех таких отделений что что ли сказать трех страница три страницы письмо на три страницы и вы посмотрите на смысловой отпечаток на метафоре то есть на том что изображено это не это не картинка это живая метафора и вы видите здесь идет что-то по кругу то есть какая-то круговая защита именно защиту вы находите в свободе и свобода в защите то есть свобода дает вам защиту а вторая страница письма это вы здесь и солнце у вас за спиной как благословение и распущены волосы и это тоже облегчение релиф это объект облегчение и третья карта креативити вы здесь вот в своем лесу лес это как ваша креативность которая бездонна глубока и творческая и подбластна только вам и только вы там можете обладать своей креативностью она у вас уникальна вами и нужно найти когда вы найдете свою креативность тогда только вы сможете очень хорошо заработать потому что вы будете делать свою профессию лучше других но нельзя сказать даже лучше а вот так как только вы умеете и для этого в своем внутреннем мире нужно вот раскопать найти эту свою изюминку свою а креативность как бы свое жизненное предназначение это карта вам позволит поможет это сделать то есть что карты делают вы входите в состоянии и это состояние которое вызывает у вас карта позволяет вам добиться того чего вы для себя хотите итак первое письмо из трех карт и первая карта она читается так свобода написано freedom это означает свобода но это первое такое слово в письме второе письмо слова письме это релиф релиф это значит помочь что ли отпустить дать дать помощь поспособствовать освободить подать руку помощи и третье третье слово это креативность креатив эти три слова и каждый из вас услышит эти слова абсолютно по-своему потому что так вообще все в мире каждый из нас слышит все каждое слово и каждый символ по-своему но я то что сумею скажу относительно 1 1 письма это freedom это свобода вообще спросить у себя какая свобода для вас важно это свобода слова свобода передвижения свобода мысли это свобода говорить то что хочу где хочу или свобода считаться с другими людьми в общем пространстве и так далее свобода себе говорить то что вы считаете не считаться в своем мире там смене мамы или там еще кого то в своем мире в общем мире там другие правила в общем что для вас свобода просто скажите сами себе сейчас что для вас свобода и высшая сила вам дадут эти слову эту свободу из если они почитаю что для вас полезно это свобода выбора может быть выбрать ту работу или другую может когда мы были маленькими мы не могли выбрать за нас выбирали наши родители и и часто они делали ошибку по знанию или незнанию разно у всех было по-разному но у нас у всех есть не свободы вообще свобод это главный принцип счастья без без свободы счастья невозможно и самое интересное что свобода она она это состояние она не зависит не ну как зависит конечно от если например ограничивают свободу вас кто-то ограничивает вашу свободу или в семье или нам более глобально это ужасно но можно иметь полную свободу и быть не свободным когда человек сам себя не знает какое состояние свободы сам себя ограничивать или же можно иметь и внутреннюю и внешнюю свободу внешне свобода конечно заключается в том чтобы делать все по правилам общим правилам там полная свобода не возможно а свобода внутренне она возможно полная и это даст вам освобождение релиф этот отпустит вот как поможет вам то что вы внутри себя почувствуете состояние свободы но я скажу одно как у меня было когда я сказала себе что я не буду детям говорить каким жить я почувствовала что я сама себя освободила а вот от этого желания постоянно им помочь нам большой счастье но например и третье слово это креативность именно креативность она может развиваться только когда есть свобода внутренне только если есть зажатость внутренняя и человек внутренне скован и ограничивает свои параметры он никогда не сможет свободно выражаться свободно самовыражаться свободное желать того что желает и своим образом это достигать то есть креативность напрямую зависит от свободы которую мы себе сами создаем своем мире и конечно если вам повезло вы живете в нормальном обществе то ваше общество поддерживает вас и дает вам возможность чувствовать себя человеком ничего вам не угрожает это большое счастье но это не у всех сейчас мир очень страшно и и многие живут вот в этой не свободе так что но вам нужно делать выводы об этом будут другие видео это что касается первое письмо берите или что-то какие-то слова отдельное берите в общем делать это как вам полезно второе письмо тоже состоит из трех страниц и на этих страницах будет метафизический символ если вы войдете в состоянии этого символа как бы пошлете своего двойника в карту карта вам подскажет внутренним голосом который который даже словами не объяснишь что нужно делать чтобы достичь того чего вы хотите это вы со спины и вы стоите в воде и что-то за вода почему она темная может это вода воспоминаний может быть вам нужно очиститься от чего-то вторая страница письма показывает что вы занимаетесь какой-то практикой какой-то ментальной или же духовной практикой и луна говорит что это будет для вас очень полезно потому что луна это полезность личная полезность и третья карта здесь вы имеете опять же свой внутренний лес и там лошадь то есть это вдохновение лошадь всегда второго и вот какие-то перлы разбросаны такой магический лес и вы играете на флейте то есть эта музыка сердца это ваш внутренний голос и это флейта она не просто звуки но тоже слова и в этих словах вы можете четко прочитать куда вы идете зачем и что вам будет на пользу потому что нерча это означает получить пользу и вы получите пользу от этих звуков флейты это внутренняя флейта внутренняя музыка второе послание имеет тоже три символа три слова с этими символом месте это clear ора то есть чистая аура а значит я никому не должна мне никто ничего не должен у меня нет пробоину в ауре никто насильство не хочет внедриться в мое пространство мне помешает жить и я другими не мешаю жить это вот такой баланс чистая карма другими словами а второе слово практикал интуиция практическая интуиция это не только разговоры так знаете в разговоры как мы друг другу проповедуем где-то церкви или в храме а когда интуиция помогает нам действовать называется практическая интуиция например идете в магазин и интуиция что что я думаю мне будет полезно то и покупаю или одежда интуиция то и думаю что мне будет комфортно если буду чувство защищенной одежда защищает они показывает современном мире показывать себя как-то не очень красиво нужно себя защищать и чувствовать себя свободно но это на мой взгляд так на ваш взгляд не знаю есть такие общества где нужно себя показать лучше других и это некрасиво когда человек показывает себя лучше других в общем пространстве это это всегда не хороший тон и не весь практическая интуиция или с кем общаться с кем нет и сделать вывод например человек вам позвонил а вы не отвечаете на звонок но вот чисто чувствуете не нужно вам с этим человеком общаться и не нужно чувствовать себя виноватым это не нужно вы делаете так как вам удобно и третье слово нерча нерча это значит питать себя дать себе питание как дерево мы даем ему удобрения так и мы себе даем питание то именно что даст нам силы и любить себя это значит позаботиться о себе это не банка мороженого это маленькая порция то есть позаботиться о себе это называется нерча давать себе то и в питании там и в одежде в поведении в образе жизни мысли давать себе то что сделают нашу жизнь комфортной это называется дать себе нужное питание это было второе письмо третье письмо 3 3 послание ваших духов тоже состоит из трех страниц на первой странице вы изображены при луне при полной луне то есть вам можно что-то завершить в жизни такое изумрудное поле серебряные отражается луна личный путь какие-то внутренние эмоции вы испытываете и вы испытываете осознание того что вы делаете куда вы идете к чему стремитесь то есть осознаете себя полностью осознаете свое дыхание свои мысли свои чувства все в моменте осознаете все фиксируете у себя как жизненный опыт второе письмо здесь у нас три фигуры и это три ангела ангелы называется clarity архангел михаил архангел рафаил и архангел гавриил три основные ангелы которые дают вам чистоту восприятия жизни то есть все видеть незамыленными незатуманенными глазами видеть реальность какая есть иметь критическое мышление и это позволит вам идти прямо к вашей цели то есть выбор выработать ту стратегию которая вас приведет к правильной цели и самым коротким путем ангелы в этом помогут а третья страница письма the shadow treasures и здесь вы опять же своем лесу в таимственном подсознании где все возможно где вы госпожа или господин и вывод блуждая по этому лесу пытаясь найти правильную и легкую выгодную дорогу для себя а какая легкая такая правильная вы находите триджер вы находите сокровище то есть сокровище вашего жизненного опыта и это делает вас опытнее и счастливее а также мудрее третье письмо которое вам пришло через это видео письмо от высших сил от ваших ангелов хранителей и здесь написано первое слово первая карта awareness осознанность осознанность это значит осознать себя вообще человек он же мы от мозга зависим на самом деле весь организм он для того только и существует чтобы мозг был осознанным и мы часто живем автоматически неосознанно хотя у нас здоровый мозг но мы им не пользуемся мы живем на автомате вот негативное мышление или делаем даже забываем что мы делаем например едем в машине до неосознанно едем то есть привычка эта карта говорит нужно сбросить привычку и все делать сознательно там конфета вкусные разговоры приятные и так далее цветок красивые то есть осознанно жить нужно только тогда жизнь будет наполнена смыслом и принесет счастье потому что если нет осознание момента человек пропускает жизнь второе это кларите кларите это чистота сознания это когда чисто и ясно и понятно когда незамыленное сознание чужими выводами например есть какое-то событие действительность документальность и кто-то вам говорит она вам показывает эти события и комментирует их по-своему свое мнение на события и когда вы слушаете чей-то комментарий у вас получается уже second hand opinion вас получается мнение на чье-то мнение то есть вместо этого кларите это значит посмотреть на реальные документальные факты и иметь свое мнение это правильно и это здравое мышление это критический ум это но супер важно для того чтобы быть ever чтобы чувствовать момент потому что момент он документальный моменте нельзя сказать я не могу вам рассказать какая вот вкусно это конфета вы не поймете вы должны этот опыт иметь да поэтому верно с чувствуем что делаем и имеем чистое сознание что там мое мнение о фактах они мнение на чье-то мнение потому что это чревато очень серьезными последствиями если так и третье слова shadow treasures shadow это тень treasures это богатство shadow treasures имеется ввиду что там где тень там где кажется что вы стесняется что вы стесняетесь или вы думаете что там нехорошее что-то или что вас критикуют или вы боитесь чего-то вот там зарыт ваш успех если вы не будете бояться этих теней тени забытых предков тени какие-то скелеты в общем что-то такое что табу если вы не будете метабу вы будет это даст вам свободу и это откроет вам treasure это сокровище потому что там где тень там закрыта ваше сокровище которое может дать вам тот не необходимый ингредиент который приведет вас к счастью на такой расклад мои дорогие пользуйтесь себе на пользу а я знаю что мы скоро и очень обязательно еще с вами увидимся